привет еще раз всем кто присоединился кто смотрит смотрел кто пришел позже на стрим продолжаем разговоры сегодня у нас про объекты ну точнее не полностью у нас все про объекты и мы будем рассматривать объекты там с наследованием и так далее но это будет дальше сегодня у нас такая вводная часть водная расслабляющая часть она будет несложной будет несколько интересных приемчиков немного сложных моментов но сейчас посмотрим первое для того чтобы создать объект можно воспользоваться двумя способами я думаю это все знают конечно же это литерал синтакс и констракты то есть с помощью конструктора создаем таким способом пользуются все но можно объект создать еще таким new object вызвать конструктор object и он создаст нам новый объект дальше мы можем также присваивать новые значения это все просто также у нас же содержат шесть основных типов это строка число буллин ваша истина ложь нул undefined и object такие основные примитивы как стринг номер буллин нал и undefined не является объектами они не объекты это станы примитивы и это означает то что все остальное кроме этих примитивов абсолютно все это объекты то есть в джаваскрипт все объекты кроме вот этих вот примитивов обычных и и будешь объяснять что к прототипы да и прототипное наследование тоже но не сегодня это в следующей лекции но type of нул если мы попробуем вывести тип нашего примитива нул то он скажет это объект на самом деле это неверно это не объект это это не объект от почему у нас выводится type of нул потому что когда-то давным-давно такая ошибка закралась и сейчас ее не фиксят эту ошибку только лишь потому что сломается большая часть кода очень большая часть кода написанная она как раз использует type of нул как object если сейчас разработчики браузеров пофиксит это то сломает большую часть кода просто-напросто поэтому и пахнул выводит обжиг хотя это не обжиг это примитив поехали дальше несколько специальных типов также имеет мы имеем два специальных типа это функция function это подтип такой подтип объектов на самом деле функция это объект ну со специальным поведением технически это такой клей был object то есть это объект который можем вызвать то есть наша функция но считайте что функция это объект для просто для простого понимания и массивы на самом деле тоже является объектами но массивы как бы массивы объекты мы при них привыкли думать по-другому что это абсолютно разные вещи массивы объектом это разное но самом деле массивы являются объектами только с дополнительным поведением и дополнительной внутренней структурой чтобы более оптимально хранить данные которые в массива мы положим мы тем наиболее оптимально с ними работать итерировать по массиву и так далее с ним у них другое поведение немножко но это технически это тоже объекты функции массива встроенные объекты мы имеем вот такое количество встроенных объектов строка число буллин object function наша функция массив дата регулярные выражения и ошибка объекты на самом деле это не объекты это функция функции конструкторы мы можем вызвать эти функции с параметром new перед них перед ними и наши функции вернут нам новый объект допустим new boolean вернет нам на самом деле объект который а подождите new boolean это надо еще посмотреть не то не не верьте мне в это в этом слове именно дальше пример встроенных объектов допустим мы создаем простой примитив стр примитив и выводим его тип тип примитива он вернет нам строку также можем посмотреть является стр примитив объектом string он выдаст нам фолз это не является объектом string потому что это у нас примитив но если мы создадим нашу строчку вот таким вот образом то нам вернется объект стр обжект именно является объектом строкой и если мы вызовем тайпов стр обжект он нам скажет то что это объект и стр обжекты installs in instance of string вернет истину то есть наш это у нас на самом деле объект строка также можем вызвать вот такой вот магический метод у прототипа нашего объекта метод to string мы вызываем через скол и передаем контекст исполнения стр обжект и он нам показывает именно не просто обжект а обжект стринг почему это важно ну и на в некоторых случаях почему это важно потому что здесь указывается именно тот конструктор от которого был создан объект если мы создавали объект от какого-то кастомного конструктора как мы делали это в прошлый раз мы создавали объект из конструкторов у назвали фу нашу функцию и сделали конструктором здесь будет указано фу то есть мы можем узнать на самом деле от какого конструктора был создан объект просто воспользовались вот таким вот магическим магической строчкой то есть объекту стринку прототипа обжиг вызвать с контекстом мастер обжект так работает вот до обжиг стринг означает то что объект создан с помощью конструктора стринг следующие примитивы строка не является объектом это примитив он является неизменяемым данный примитив и является неизменяемым для того чтобы этот примитив изменить его нужно превратить в объект данном случае нашу строку нужно привести превратить в объект стринг вот в объект стринг к счастью gs это делает автоматически когда мы делаем операции со строками и нам не нужно делать это вручную каждый раз когда мы делаем какие-то операции со строками он автоматически наши примитивы примеру строку приводит к объекту в данном случае string старайтесь сейчас чаще использовать литералы вот такой вот синтаксис чем объекты new string string если вы подумали что вот на каждую мою работу с с примитивами нужно обращаться то есть обрабатывает наш примитив превращая его к объекту это долгом и это нагружает наш код и так далее нет все это ерунда компилятора и и компилятора ядро и сам джаваскрипт оптимизирован очень сильно и на таких функциях не тратится время примитивы работают очень быстро не надо думать на то что они работают медленнее чем объекты во первых во вторых использование литералы гораздо проще чем использовать вот такую вот вещь просто тупо потому что писать меньше и читается лучше год становится чище используйте литералы пример вот нас есть строка стр примитив и мы пытаемся получить длину строки и какую-то какой-то символ на позиции 3 на самом деле в этот момент вот в этот момент и вот в этот момент наша наш примитив превращается внутри в объект и у объекта выводится берется поле длинна и только так мы понимаем какая длина у объекта то есть мы не у примитива берем длину внутри сам движок на время вызова превращает наш примитив в объект и мы берём это поле то же самое с функцией сначала примитив превращается автоматически в объект потом берется эта функция выполняется и потом примитив обратно пример превращается примитив ворачивается в примитив обертка но можно так называть как обертка нам в плеере заработала все нормально если что вы говорите если пропустили другие особенности ну лэнди файт не имеет своих объектов ну лэнди файта только примитивы дэйт можно создать только при помощи объекта нету лидерал синтаксиса который создает нашу дату только при помощи new date и потом скобочки мы передаем параметры только так создается дата объекты наши objects массива функции регулярные выражения являются объектами вне зависимости абсолютно каким образом были они созданы если мы литеральную функцию использую литеральную форму использовали или через конструктор создавали в любом случае нам ворачивается объект и мы всегда работаем с объектом такая особенность хранение свойств объекты на нас состоят из списка элементов из списка пар ключ значения свойства это всего лишь ключи и значение этих самых ключей хранения где-то в другом месте и на самом деле просто ключ указывает ссылкой на какое-то значение такое значение в памяти то есть получается просто ссылка в данном случае ключ вот внутреннюю именно внутреннюю работу в этом примере я не знаю потому что от от движка к движку она может меняться абсолютно в 8 она может работать под по одному способу в spider monkey monkey по другому способу но хранитель здесь в и хранится ли ссылка на двойку либо там хранится непосредственно двойка я не знаю но вообще если мы сохраняем объект в свойства то сам объектом не хранится хранить всего лишь ссылка и его таким способом можем получить нашу наше поле а таким способом либо таким способом через точку либо в скобочках записать это все просто принципе все вы должны знать все ключи в объектах является строками это тоже важно понимать и помнить то есть мы создаем новый объект и начинаем сохранить истина стройка my object на самом деле так не сохраняется все ключи переводится к строкам то есть мой объект станет my object true станет строкой true тройка станет строкой тройкой а май обжект выполнит у себя функцию to string у каждого объекта есть функция to string которая приводит его к строкому выражению если вы не изменили у своего объекта to string то есть у to string вот у вашего объекта функция to string по умолчанию берется из прототипа то она будет выводить object . object пробел object то есть на самом деле не my object сохранится а вот по такому вот ключу поэтому всегда передавайте строковое представление ну либо вот число потому что число тоже превратится в строку и и проблем с этим не будет но знайте что ключи превращаются всегда в строки исчисляемые имена свойств появился в их москрипт с новая функциональность называется исчисляемые имена свойств допустим если мы хотели вернемся вот назад в прошлое и мы когда получаем объекты получаем свойства каких-то объектов мы пользовались таким синтаксисом могли пользоваться квадратных скобках мы передавали переменную если у нас вот эта переменная равнялась допустим двойки в данный момент то my object 2 далась именно ключ за значением 2 или мы могли сделать вот так вот my object a плюс b а равняется двум б равняется трем то есть my object 5 в итоге выполнялась vs 6 появилась нова функциональность которую позволит нам определять ключи точно таким же способом при создании ключей и при получении а именно при создании владимир спасибо за подписку когда через . обращается к полю тоже в строчку приводится до когда обращение потом происходит тоже все переводится в строчку и в итоге ты потом получаешь точно такой же то же самое то есть через строчку здесь вот мы все равно строки мы напишем в любом случае но если мы в скобочках будем получать через скобочки то и здесь передадим наш объект примеру вот my object my object передадим то все равно он превратится в строку и выведется твой твой ключ вот в данном случае бас но при этом если ты будешь сохранять два разных там my object и my object 1 и думать и будешь думать то что это будет два разных ключа у тебя на самом деле нет это будет один и тот же ключ ключ my object и в какой-то момент ты просто перезатрешь тебе это нужно понимать да дэн клименко правильно написал исчисляемые имена свойств здесь у нас имеется переменная prefix имеется наш май object и мы создаем новое поле в объекте исходя из того какой был у нас prefix то есть у нас prefix является фу мы создали два поля фу бар и фу бас которых hello и world соответственно можем вот так вот их вывести my object фу бар и my object фу бас это исчисляемые свойства я думаю здесь все просто и все понятно массивы мы уже говорили ранее массивы это объекты которые имеют дополнительную структуру для хранения индексов то есть у них дополнительная внутренняя структура чтобы хранить правильно и эффективно элементы нашего массива не стоит использовать для записи значений вот такую вот форму потому что это неправильно для того чтобы положить элемент в массив или извлечь из массива нужно использовать определенные методы примеру чтобы положить элемент массива нужно использовать функцию push который будет пушить элемент в массив или индексов который получит элемент который получит индекс по значению примеру если мы будем использовать вот такой вот синтаксис мы на самом деле так как массивы это на самом деле объекты я только что рассказывал и мы будем использовать вот этот вот синтаксис мы не положим в массив нового значения мы просто создадим новое поле в которую который будет лежать в объекте но не в массиве вот такая вот чехар да создаем новый массив массивы это объекты не забываем присваиваем двойки www она у нас меняется у нас было 1 и w2 стала 1 и ww если мы сделали не негатив какое-то значение минус 8 примеру то наш массив не поменяется но поле минус 8 создастся это будет именно свойством объекта это важно учитывать почему в данном случае у нас не поменялось а в данном поменялось потому что мы поменяли двойку то есть такой элемент в массиве у нас существовал так и опять пропал до 1 2 3 1 1 1 1 вы меня слышите алё ребят появилась появился стрим или не появился все нормально просто я заметил как у меня вайфай отключился здесь здесь все и и подключитесь если что то есть обновите страничку если у вас не работает стрим всего отлично отписались народ хорошо лаганула да да отлаганула знаю я я видел как у меня стрим лаганул зачем надо придумать юзи и стрикт и делать до соля при этом такую ложе да это обратная совместимость сохранялась ее стрик там он некоторые всего лишь вещи подправлял в строгий режим отправлял записи есть на ю тубе смотри предыдущий стрим только один был на ю тубе у youtube канал ты найдешь под стримом в описании там есть ссылка на проект и вот на сайте проекта есть youtube канал вернемся немножко почему же в этом случае мы изменили наш массив а в этом случае не изменили наш массив потому что посмотрим наш массив здесь индекс 0 здесь индекс 1 здесь индекс 2 индекс именно элементы здесь мы присвоили двойки новое значение и он поменял именно наш массив потому что мы потому что он думал что мы хотим поменять элемент по индексу 2 здесь мы пытаемся обратиться к минус 8 но он знает что индекса минус 8 не существует поэтому ничего он не добавил в наш массив а добавил новое поле объекту а которая негатив копирование объектов достаточно обсуждаемая тема начинающих разработчиков это копирование объектов как как скопировать объект некоторые думают то что должна быть встроена функция copy какая-то по копированию объектов абсолютно любых объектов кастомных но на самом деле вы должны реализовать сами самостоятельно свой свою реализацию копирование объектов и это очень важно сейчас объясню почему примеру давайте создадим нашу функцию просто какая-то функция случайно не важно что там в ней какой-то случайный объект у которого там си равняется true тоже не важно и наш массив какой-то просто случайный массив хорошо дальше что мы делаем создаем объект у которого есть поле а есть поле б который является ссылкой самое главное понимать то что эта ссылка это не копия то что это ссылка на объект на вот на наш она в объект поля сей которая ссылка на наш массив на навар арей и поля который тоже ссылка нашу функцию вот на наш функцию все это ссылки это не это не копия теперь мы делаем один грязный хак мы берем и в наш массив навар арей пушим два значения первое значение это наш обжект вот этот вот обжиг а второе значение это вот этот вот обжиг получается что нашем объекте есть ссылка на на массив в этом массиве появляются вот здесь вот два объекта один из которых ссылка вот на этот объект а в этом объекте находится что правильно ссылка на ваш массив а в нашем массиве находится ссылка на наш объект и так можно бесконечно продолжать это цепь бесконечно они циклично зациклились за не зациклились а правильно сказать циклично за залинковались что ли ну давайте назовем так то есть массиве у нас есть ссылка на объект в объекте у нас ссылка на массив если мы будем выполнять рекурсивное копирование объекта то мы никогда его не закончим потому что копирование будет продолжаться бесконечно либо нам придется какой-то механизм реализовывать которую отслеживает рекурсии да можно вычислять сделать какую-то функцию который вычисляет такие рекурсы и так далее но такого нету то есть не в сам джаваскрип не внедряет функционал копий который отслеживает такие вот зацикливания надо реализовывать самостоятельно есть 6 появился новый способ копирования объектов это object assign как работает object assign он принимает несколько параметров в себя первый параметр это объект приемник то есть куда будут складываться все наши функции вторые 2 там 3 4 все следующие последующие параметры это параметры источники откуда будет копироваться наши свойства и копирует свойства при помощи присвоения то есть если это объекты копируются по ссылкам если это скалярные типы то они просто копируются там допустим наши наше число обычно она просто копируется как число не как ссылка давайте посмотрим как это работает object assign передали пустой объект создали новый пустой объект а второй параметр этом наш май обжект май обжект из прошлого примера с прошлого примерчика что произошло object assign вернул новый объект у которого есть все наши поля которые мы перед которым и задали нашему май обжект с прошлого примера на самом деле здесь выращивается не новый объект здесь выращивается тот объект который мы передали первым параметром и здесь можно передать было не новый не вновь созданный объект пустой а какой-то совсем другой объект который уже там заполнен какими-то данными и если вдруг допустим в этом объекте уже было свойство а и в нашем объекте который мы копируем тоже есть свойство а то она перри затрется этот май обжект это просто объект который был передан первым параметром то есть этот просто по ссылке выращивается я думаю понятно если так я сказал то что можно передавать любое количество параметров то есть после май обжиг можно еще один перантор передать еще один еще 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 то все по всем наши параметры объектов будет скопированы в первый объект объект и источник объект приемник так вот что тогда будет если несколько объектов содержит одинаковое свойство допустим несколько объектов источников содержит у нас свойство а тогда свойство а станет таким который было у самого последнего объекта то есть каждый раз при копировании копируется 1 копируется 2 копируется 3 4 и при копировании всегда будет происходить затирание это нужно понимать если вы будете использовать то есть останется только тот который присвоится самым последним я думаю это логично какой уровень знаний джесс нужен для твоих уроках вообще знание такой знаешь jquery умеешь пользоваться jquery то уже подходишь минимальный обсказал знаний минимальный уровень так работает extent jquery я точно не помню как работает extent из jquery но приблизительно так точно точно логику не знаю вы вот серьезно давно пользовался очень давно прописи дескриптор это такая мощная функциональность добавлено в экмоскрипт пятом уже давно реализована везде практически в интернет explorer 9 его нет в 9 вроде бы есть 8 вроде нету а ноте html на уровне поправить страничку наверное не хватит тогда согласен такое что такое прописи дескриптор это функциональность который с помощью которой можно изменять свойства объектов более подробно скажем так у объекта у нашего наши конструктора object появился новый метод define property называется что он делает мы передаем первым параметром какой-то кастомный объект my object вторым параметром мы передаем то свойство которое мы хотим изменить мы хотим изменить в данном случае свойства а и третий параметр это объект мы передаем полностью весь объект что в этом объекте у нас есть у нас есть четыре поля первое поле это значение какое значение присвоится есть поле врат и был есть поле конфигура и был и номера и был каждый из них является самостоятельным каждого есть свое собственное значение приватные свойства у класса нет нельзя это вводят вроде как в экмоскрипт седьмом приватные свойства поэтому и сейчас как же с этим работать что это значит протей был означает то что свойство станет неизменяемым если мы сделаем протей был false то потом после создания свойства мы не сможем записать в него новое значение никаким образом ну точнее мы можем запись записать обычным присвоиванием не сможем если у нас строгий режим то сразу же выдаст нам ошибку выкинет интерпретатор выкинет ошибку если мы попытаемся изменить это свойство второе configurable означает что мы не сможем изменить свойства через define property и не сможем удалить данное свойство свойства через дэвид то есть ли то есть если мы здесь конфигура и был указали false то все данное свойство у нас заморозилась как как будто заморозилась мы его изменить через define property не сможем удалить его не сможем мы его сможем только менять и все следующее и намерей был позволяет убрать данное свойство перечисление в циклах и опять пропал да алё вы здесь 1 1 все отлично мне интернет падал я заметил это если у меня слышите все хорошо и пропал странно но я прям видел как у меня интернет как у меня вай-фай отрубился давайте продолжим configurable означает то что мы не сможем еще раз использовать define property для этого самого свойства и ним и не сможем применить дэвид чтобы удалить данное свойство вообще из объекта и последнее это и номерей было позволяет убрать данное свойство из циклов когда мы будем перебирать пропал но потом вернулся да 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 все вот так и должно было произойти сейчас я пропал наверно нет да что мне с этим интернетом господи так вот и номерей был позволяет убрать данное свойство при перечислении в циклах например если мы не хотим чтобы какое-то свойство появлялось у нас цикле когда мы используем цикл то мы просто можем поставить и номерей был фолз и все из цикла она пропала больше больше она в цикле не появится но вообще мы доступ к нему будем иметь если мы напрямую к нему обратимся к этому свойству то все отлично мы тобили ти неизменяемые свойства если мы установим установим враты был фолз при помощи дескриптом мы сделаем свойства неизменяемым то есть мы не сможем его изменить но дело в том что нужно понять что мы не сможем изменить мы не сможем изменить имя именно вот саму само свойство именно ту ссылку которая указывает который хранится в нашем свойстве но если мы сохранили объект то мы спокойно этот объект можем менять давайте посмотрим примером мы создаем новый объект у нашего объекта создаем новое свойство иммун который враты был фолз то есть она неизменяемая а значение у этого свойства это новый объект это новый объект так вот что здесь изменяемая а что здесь неизменяемая неизменяемая здесь именно в случае того что если я этому ему попытаюсь присвоить какой-то совершенно другой объект или совершенно другой свойства например двойку поставлю либо там новую строчку заведу это я сделать не смогу но создать новое свойство в объекте ему то есть вот в этом объекте ему новое свойство создать могу то есть сам объект он изменяемой неизменяемая только то что я не могу этот объект полностью прям удалить, не могу этот объект заменить на какой-то скалярный тип или еще на что-то другое. А вот сам внутренности объекта изменяемые, это нужно понимать. Promise уже была тема? Нет, Promise будет через один урок. Там будет рассказываться о Sync и Performance, будет книжка про синхронный код и производительность будем рассказывать. Это будет дальше, через урок. Я надеюсь, вы все поняли, что значит frotable false и почему мы вот здесь смогли изменить, хотя мы сделали неизменяемый объект. Если кто-то не понял, спрашивайте. Дальше. Есть еще такая вот вещь, как функция Prevent Extensions. Если мы вызовем данную функцию object.preventExtension на каком-то нашем объекте, на каком-то, а на следующем тогда что будет? На следующем будет прототипное наследование. Наследование через прототипы и вообще рассмотрим, что такое наследование в JS. Если мы применим функцию Prevent Extensions на нашем объекте, на любом объекте, то в этот объект больше нельзя будет добавить любое свойство. Абсолютно все. Ничего больше добавить нельзя. Какие у нас свойства были, такие свойства и останутся. Здесь мы сделали Prevent Extensions My Object и пытаемся добавить новое свойство в B. Смотрим. B у нас Undefined. Здесь сказано то, что в strict mode, в строгом режиме, мы вообще получим ошибку Type Error. У нас интерпретатор выкинет нам ошибку. Запомнили. Ну, в принципе, ничего сложного нету. И поехали на вороты, такие накрутки. В E8 это можно использовать? Нет, нельзя. В E8 не поддерживается данная функциональность. Там ECMAScript 5, насколько я помню, не работает. Такого там еще не было. И поехали на вороты, накрутки. Более высокоуровневые такие функции. Есть функция сил запечатать. Что такое функция сил? Функция сил это то же самое, что и вызов Prevent Extensions и выставление Configurable False на все свойства. То есть мы не можем добавить новые свойства и мы не можем переконфигурировать старые свойства у объекта. Если мы сделаем сил, если мы запечатаем объект. Все просто. Есть и фриз. Фриз. Фриз это применить сил и сконфигурировать в Rotable False все свойства. То есть мы не только не сможем изменять, переконфигурировать свойства и добавлять новые свойства. Мы даже не сможем изменять свойства, которые уже были. Данный метод не осуществляет глубокую заморозку. То есть он рекурсивно в глубь не идет. Сколько всего страниц у урока? Не помню, около 80 что ли именно в этой лекции. Данный метод не осуществляет глубокую заморозку. Он не проходится рекурсивно во внутрь объектов и не замораживает внутренние объекты. Какая разница между Configurable и Rotable? Я только что рассказывал. Configurable это означает то, что мы можем применять Define Property для объекта. Именно для вот этого какого-то свойства. Если мы сделали Configurable False один раз, больше Define Property для этого свойства мы применить не сможем. А Rotable это означает то, что вот мы присвоили один раз здесь значение двойку. Вот здесь значение двойку присвоили. Все. Мы больше эту двойку изменить не сможем. В принципе, какое мы значение бы не присваивали, двойка всегда там останется. Так вот, глубокую заморозку придется делать самостоятельно и проходиться рекурсивно вручную. Ну, благо есть некоторые уже разработки и некоторые пакеты Immutability.js, насколько я помню, которые позволяют производить глубокую заморозку. Там просто нужно вызвать Immutable, создать Immutable объект от вашего объекта какого-то кастомного и Immutable.js создаст глубокую заморозку вашего объекта. Если вам вдруг нужно, есть такие уже либы, которые производят глубокую заморозку. Но это, в принципе, несложно написать самому, если вам это нужно, если вам это действительно необходимо. Разберемся, как вообще мы получаем свойства объекта. Допустим, у нас есть объект. У него есть свойство А. И вот так мы получаем свойство А у нашего объекта. Но что же в действительности происходит, когда мы пытаемся получить свойства нашего объекта? На самом деле вызывается Getter. У каждого свойства есть свой собственный Getter. Данный пример выглядит как просто. Берем свойство А у объекта MyObject. И все. На самом деле происходит вызов функции Get на объекте MyObject. И по умолчанию поведение, если мы не переопределяем эту функцию Get, по умолчанию поведение функции таково. Просто найти свойство А и вернуть его значение. Если свойство А не существует в объекте, вернуть Undefined. Вот такое поведение у функции Get. Вот второй пример. Мы создаем MyObject с одним свойством А. Свойство А равно Undefined. И потом пытаемся получить свойство А и свойство Б. У нас в обоих случаях выводится Undefined. Но поведение метода Get отличается, потому что в первом случае он нашел наше свойство, но оно у нас равно Undefined. Во втором случае он не нашел наше свойство. И по умолчанию он должен выдать Undefined. Также с Getter у нас есть еще Path метод, который записывает в объект какие-то свойства. Если существует кастомная функция в Put, то соответственно вызывается эта функция кастомная. Как создать кастомную функцию мы познакомимся чуть попозже. Если у нас VortableFalse стоит, то данная функция ничего не делает. Но в строгом режиме она выбрасывает исключение. В остальных случаях просто-напросто создается новое свойство. Либо берется существующее свойство и записывается значение, которое мы передали. Все просто. Getter и Setter получают и устанавливают свойства. При помощи ECMAScript 5 данное поведение можно изменить и задать собственные Getter и собственные Setter, то есть собственные методы Get и Put для каждого определенного свойства. То есть не вообще для всех свойств в объекте, а для каждого свойства отдельный Getter и отдельный Setter. Можно даже так создать. Как это делается? Первый очень простой способ имеет вот такой вот синтаксис. Просто наш MyObject. Здесь нужно просто запомнить синтаксис, как это делается. А вот это тело функции. То есть мы определили Getter для свойства A, который по умолчанию всегда будет выращивать двойку. Что бы мы ни делали, A всегда вернет двойку. Немножко напишем по-другому. Через DefineProperty тоже можно определить Getter и Setter. Вот у нас есть DefineProperty. На объекте MyObject изменим свойства B и установим Getter как функцию, которая вернет какое-то значение. В данном случае у нас вернет значение A, умноженное на 2. Такая запись более понятна для нас, скажем так. И это в ЕС-5 было? Да, это в ЕС-5 уже было. Это уже несколько лет с нами идет. И так же мы сделали Enumerable в True для того, чтобы это свойство можно было получить в циклах. То есть чтобы она в циклах тоже отображалась, использовалась. Смотрим, что же получается. Когда мы получаем свойство A, мы по умолчанию ворачиваем двойку. Когда мы получаем свойство B, оно берет свойство A, которое у нас свойство двойка, и умножает его на 2. И ворачивается четверка. Всем понятно? Ну, я думаю здесь ничего сложного. Здесь главное запомнить синтаксис, как это делается. Все просто. Вот в прошлом примере мы создали два значения, которые возвращали постоянные наши значения. Но эти свойства не хранили значения. Если мы попытаемся сохранить значения, как вот сделается вот здесь вот, присвоить тройке, то ничего не получится. A все равно будет возвращать двойку. То есть глобально нет, нельзя определить. Только для каждого свойства отдельно. Для того, чтобы в прошлом примере можно было хранить значения в свойстве A, необходимо создать еще и setter. Мы переделали немножко getter. И мы сохраняем, мы просто берем значение вот такого свойства подчеркивания, а подчеркивания. И определяем setter, который сохранит значение, вот переданное значение, в свойство подчеркивания, а подчеркивания. Сохранит как значение, умноженное на 2. И теперь мы что можем сделать? Присвоить A двойку. Когда мы смотрим на эту A, она у нас четверка, потому что при присваивании она у нас умножалась на 2. Почему здесь стоит вот такой странный синтаксис подчеркивания, а подчеркивание? Это не какой-то там специальный синтаксис, и именно так нужно использовать. Это просто-напросто нужно сохранить данное значение в какое-то другое свойство, отличное от того, что мы здесь определили. Если мы попытаемся сохранить, вот здесь вот использовать A, вместо подчеркивания A, вместо какого-то другого свойства A, если мы попытаемся использовать просто A, ldisk.a, то при сохранении вызовется опять-таки этот же самый getter, этот же самый setter, и потом опять попытается сохранить опять-таки этот же самый setter, и произойдет такое рекурсивное сохранение. И вот это вот плохо, это плохая такая ситуация, которая мне не нравится на самом деле при использовании getter'ов, custom getter'ов и setter'ов в мы также можем написать myobject.a и тоже получим доступ к свойствам, но по-другому сделать в джаваскрипте никак. То есть, если определим getter'ов, нужен setter'ов? Нет, это не обязательно. Вроде getter'ов и setter'ов конфликтует с frontable' и так далее. Нет, не конфликтует с ротейбл. Если у тебя в ротейбл стоит false, то ты просто не сможешь поменять. Дальше. Мы узнали, что мы можем создавать разные объекты, и у нас поведение, получение свойства у объекта отличается очень сильно. Допустим, в прошлом примере, вот где там этот пример у нас, вот этот вот пример, мы брали существующее свойство и несуществующее свойство. И в обоих примерах у нас ворачивался undefined. Так вот, как проверить, существует ли действительно свойство в объекте или не существует? У нас есть два метода. Первый метод это использовать вот такое вот выражение a, in, и потом объект. То есть существует ли свойство a в myObject. Он выведет истину. Именно для нашего примера он выведет истину. Либо false для b. Также есть hasOwnProperty. То есть у myObject мы можем вызвать функцию hasOwnProperty. И также передать первому параметру, какое свойство мы хотим проверить, существует оно или не существует. Он тоже ворачивает true и false. Данные функции работают одинаково, за исключением одной особенности. Вот эта вот запись проверяет всю цепочку прототипов. Если вы не понимаете, что это, мы разберем на следующем уроке, что такое цепочка прототипов. Данная запись проверит, существуют ли свойства именно в этом объекте и не будет лезть в прототипы, углубляться в прототипы. Если вы не поняли, мы разберем это, не переживайте. В следующем уроке. Вот. Я здесь все написал на следующем слайде. Проверяет всю цепочку прототипов. Просмотрим далее. И проверяет наличие свойства только в этом объекте. Existing применительно к массивам. Допустим, у нас есть какие-то массивы, и мы хотим проверить, существует ли объект, какой-то объект в массиве. У нас есть массив 2, 4, 6, и мы проверяем, существует ли 4 в нашем массиве. Он выведет false. На самом деле он не ищет по значению, он ищет по индексу. Индекса 4 в нашем массиве нет. У нас есть 0, 1, 2. У нас только такие индексы. Но если мы попытаемся найти, существует ли единичка в нашем массиве через in, то найдется. Все нормально. Единичка – это наш вот этот вот элемент. Элемент 4. Я думаю, здесь тоже все понятно. Enumeration – перечисление. Если мы сделаем свойство Enumerable – истинный, либо Enumerable – false, это повлияет на использование данного свойства в предциклах, когда мы будем циклически перебирать наш объект. К примеру, мы создали наше свойство B. Указали Enumerable – false. У нас есть это свойство B. Мы можем его вернуть. Оно равно 3. У нас есть это свойство B в объекте. Он показывает true. И через это проверку тоже показывает true. Но когда мы перебираем цикл через for in, мы его в цикле не получаем. У нас только есть свойство A, которое мы определили Enumerable – true. А свойство B у нас скрыто. То есть в цикле оно не появилось. Это тоже надо запомнить. Цикл for in по массивам. Она может работать, а цикл не так, как хотелось. Этот цикл переходит по всем перечисляемым свойствам, а не по элементам массива. Надо запомнить вам это. То есть все элементы массива являются перечисляемыми. Но если мы создадим какое-то случайное кастомное свойство у объекта, так как массивы – это объекты, мы можем создавать кастомные свойства. Если эти свойства будут перечисляемы, то цикл for in тоже их захватит. К примеру, мы создали наш массив, создали кастомное свойство, которое какая-то там функция. Взяли, пробежались циклом по нашему массиву и у нас появилось свойство custom. Как будто custom у нас хранится в массиве. На самом деле custom не хранится в массиве. Custom просто-напросто перечисляемый. Поэтому он туда и попал. Надеюсь, это тоже понятно. Это просто. GetUp по умолчанию перечисляемый – это, смотря как ты задашь по умолчанию, да, перечисляемый. Но ты можешь при определении через define property указать, чтобы он был неперечисляемый. Как же нам проверить, перечисляемое свойство или неперечисляемое? Просто можем выполнить на объекте выполнить функцию property isInnerable и передать какое-то имя свойства, которое вы хотите проверить. И для нашего прошлого примера он выворачивает либо истину для A, либо ложь для B. Также, смотрите, есть у нас функция case, которая возвращает все ключи у объекта. Но она возвращает не вообще все ключи, она возвращает все перечисляемые свойства. То есть в данном случае вернула только A. Так как B не перечисляемый, она не выворачивает. Есть функция getOnPropertyNames. Она возвращает вообще все свойства, неважно перечисляемые или не перечисляемые. Это тоже все просто. Итерация по массиву. Вот всеми нами знакомый способ, как итерировать по массиву. И мы все его давным-давно знаем, потому что в универе все его учат. Это просто взять цикл от нуля до длины массива и просто итерируем. На каждую итерацию мы инкрементируем нашу i. Это все очень просто. Но в ES5 появились, и давно уже, ES5 давно вышел, давно появилась новая функциональность. Это ForEach EverySameMap. Это четыре функции, которые можно итерировать через наш объект, через наш массив. А можно ли как-то getA, return2 сделать неперечисляемым? Или только через defineProperty? Только через defineProperty. Это единственный способ его сделать неперечисляемым. В цикл есть метод ForEach. ForEach перебирает все элементы массива и для каждого элемента выполняет нашу функцию this. Вот этот вот thisArgument, нашу функцию fn, вот этот вот thisArgument, который передается вторым параметром, это контекст выполнения, который будет привязан к функции fn, когда она будет выполняться. Это тоже просто, потому что мы это недавно разбирали. ForEach просто перебирает элементы и выполняет fn, функцию fn для каждого элемента. Every. Every. Эта функция возвращает истину, если все функции fn вернули истину. Some. Возвращает истину, если хотя бы какой-то вызов fn вернул истину. И map возвращает новый массив, основанный на том, что будет возвращать вызовы fn. Давайте поподробнее немножко рассмотрим. Вот у нас есть массив. Мы делаем ForEach и передаем сюда функцию нашу. Первый параметр это значение, второй параметр это индекс. И я здесь просто сделал пример. Console.Log и равно val. То есть 0.1, 1.2, 2.3. Все в этом духе будет выводиться через ForEach. То есть отработает у нас пять раз Console.Log, потому что пять раз запустится функция. Каждый раз для каждого элемента. И map. Map это более поинтереснее. Пример более интересный. Мы передаем здесь valueEI, а ворачиваем value умноженное на 2. И twice у нас будет содержать массив, все элементы которого умножены на 2 от исходного. Что делает второй аргумент после функции? Контекст исполнения. Вот сюда мы можем передать любой объект. И вот этот контекст исполнения вот в этой функции будет именно тем, который мы передали. То есть this указывать будет именно на тот объект, который мы вот сюда передали. Контекст. То есть twice у нас это тот же самый массив, только все элементы умножены на 2. Потому что здесь возвращались умноженные на 2 значения. Пример для map и стрелочные функции. То есть вот здесь вот мы могли использовать стрелочные функции вместо обычной функции. И это очень сильно упростит нашу задачу. Как можно написать со стрелочными функциями? Просто val, стрелочка, val умноженное на 2. Никаких даже return нам ничего не нужно делать. Val это первый параметр, вот это тело функции. И по умолчанию стрелочные функции ворачивают значение, которое было вот в этом вот выражении. Не хватает примера с коллекцией элементов. Что значит с коллекцией элементов? Сам точно true возвращает они в object? Да. Сам возвращает true. Сейчас мы вернемся к этому. Смотрите. Пример с every и sum. Допустим у нас есть массив 1, минус 1, 2, минус 2 и 3. У нас есть функция ispositive. То есть она проверяет, является ли число больше нуля или не является. Мы передаем ispositive аргументом в функцию every. То есть она должна проверить, являются ли все элементы больше нуля. Она возвращает false, потому что какой-то элемент, допустим вот минус 1 и минус 2, у нас меньше нуля. Сам проверяет, есть ли хотя бы один вызов функции, который мы передали, вернет истину. То тоже ворачивается истина. У нас 1 элемент больше нуля, 2 элемент больше нуля и 3 элемент тоже больше нуля. То есть 3 раза ispositive у нас вернул истину. Значит сам тоже вернуть может истину, ворачивает истину. Типа вместо того, чтобы вызвать метод call у функции, можно передать вторым аргументом контекст. Да, да. Плохо даже сплагиатить функцию нормально не смогли. Я не знаю о чем ты. For off, перебор по значениям. Есть еще один цикл. Мы рассматривали цикл for in, а есть цикл for off. Разница в том, что здесь у нас будет именно передаваться значение. У нас есть массив и мы перебираем по значению. Но что используется для перебора? Имею в виду, чтобы перебрать query selection методом массива и не целиком, а не целиком. Конец циклом. Вроде бы можно перебирать, да. Ты имеешь в виду дома объекты через такой метод. Это надо потестировать. Я на самом деле не тестировал данную функциональность. Поехали дальше. Что же у нас получается, когда мы используем for off и какими методиками он пользуется для того, чтобы понять по каким значениям нам нужно пройтись. Он использует так называемый итератор. Итератор для перебора по элементам. Все массивы, которые мы создаем, уже имеют встроенный итератор. И итератор этот перебирает по элементам массива. Но мы можем создать свой собственный итератор. Как это делается, мы сейчас посмотрим. Итератор. Перебираем наш массив с помощью итератора. Для начала мы просто-напросто вернем существующий итератор. MyArray. Здесь нужно использовать символ итератор. И вот эта вот вещь, вот эта вот запись, ворачивает функцию. Потом эту функцию нам нужно будет выполнить. И при выполнении нам вернется итератор. Итератор это объект. Этот объект содержит функцию next. Мы ее можем вызывать каждый раз. И каждый раз она будет перебирать наш объект по значениям. 1, 2, 3. Что такое символ итератор? Символ итератор ворачивает нам ключ. Но только не такой ключ, как мы обычно привыкли писать. Там ключ A, ключ B строками. Это специальный ключ, который можно получить только через символ. И итератор можно получить только вот таким вот способом. И вот символ придумал вот для таких моментов. Сам объект символ придумал для таких моментов. Для того, чтобы получить итератор, нам нужно получить поле. Поле из нашего массива по символ итератор. И это поле будет содержать функцию. Мы эту функцию выполняем. Вот так вот выполняем. Возвращается объект. Этот объект имеет свойство next. Next это функция. Мы можем просто вызывать next, 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 next. Вручную, руками. И каждый раз он будет выдавать value новое значение. Done. Это информация о том, закончился перебор или не закончился. Как мы видим, нам нужно четыре раза вызвать функцию next для объекта с тремя переменными. То есть у нас для нашего массива с тремя переменными. С 1, 2, 3. Мы должны четыре раза вызвать функцию next. На третьей итерации, хотя мы получили последнее значение, дан все равно равен false. То есть он скажет, как будто итерирование не закончено. Это такая особенность, ее нужно знать. Но давайте создаем свой собственный итератор, чтобы мы как-то кастомно могли, по своей логике, смогли перебирать элементы. Через define property это делается очень просто. Делаем my object. Здесь указывает символ iterator. Это очень важно. И передаем наш объект. Inumerable нужно сделать false, чтобы это свойство символ iterator не появлялось в циклах. В writable я тоже сделаю false, чтобы нельзя было просто так переписать. А configurable true, для того чтобы мы потом итератор в случае чего могли изменить. В value будет наша функция. Какая функция? А мы ее уже знаем. Вот эта функция, которую мы здесь возвращали, это и будет наша value. Потом эта функция выполнится. При выполнении функции произойдет вот что. Мы сохраним контекст в object. Мы сделаем индекс. Просто сохраним индекс нулевой, для того чтобы потом перебирать. И возьмем все ключи нашего объекта. Сохраним в переменной ks. И вернем наш объект. Как и в прошлом значении. Со стандартным итератором. Мы выполнили итератор. И нам вернулся объект. Мы здесь тоже выполнили итератор. Нам вернулся объект. Этот объект содержит одно поле next, которое является функцией. В прошлом значении мы тоже вернули объект. У него тоже было свойство, которое тоже являлось функцией. И по стандарту нам нужно сделать так, чтобы эта функция итерировала по нашему объекту. Или по нашему массиву. На самом деле не важно, почему она будет итерировать. Это не только для массивов. Это можно сделать абсолютно для любого объекта. Создать свой собственный итератор. И логика нашей функции next очень проста. Мы просто здесь получаем значение следующего нашего ключа. И смотрим, если наш текущий индекс больше, чем длина. То мы ворачиваем в done, ворачиваем true. То есть итерирование закончилось. Здесь немножко сложная надпись, смущающая. Делается очень просто. Индекс инкрементируется. Получаем ключ по индексу. И получаем значение нашего ключа, который мы передали. Все просто. То есть мы написали, собственно, переписали итератор, который находится внутри JavaScript. Который дефолтный для JavaScript. Именно для массивов. И он будет работать точно так же. Если мы используем этот итератор в своем примере. Допустим, вот мы создали myObject. Потом определили defineProperty, символ итератор. Вот эти вот три точки. Это вся копипаста. Я просто не стал ее вставлять. Вот эта вся копипаста, это просто вот здесь вот. Мы перенесем. Кроме next существует, еще мета в итераторе не существует. А больше не надо. И перебираем наш руками объект. Точно так же перебираем руками объект. Он выдал значение 2, значение 3. И потом значение undefined и done true. Потому что больше значений нет. И мы сделали не для массива, а уже для объекта наш итератор. Он по объекту может перебирать. Что хорошо, мы можем просто-напросто закинуть myObject в цикл. И он точно тоже будет работать. И тоже будет итерировать с помощью нашего кастомного итератора. И перебирать по значениям. А зачем вообще все это нам нужно? Наши кастомные итераторы. Потому что здесь мы можем завернуть любую логику абсолютно. Какую мы захотим. Вот, есть итератор в обратную сторону? Спрашивают. Пожалуйста, сделай сам итератор в обратную сторону. Без проблем. Можно сделать итератор, чтобы он случайно элементы вообще из объекта или из массива выбирал. Как тебе хочется. Это еще один способ задать итератор. Если, при условии, при одном условии, если вы configurable, вертейбл поставили в true, если вы поставили вертейбл в true, то вы можете задать вот таким вот способом символ итератор. И здесь будет наша функция, которая, которая вот эта вот функция. Чуть-чуть попроще, но этот синтаксис предпочтительнее, потому что вы здесь можете указать еще дополнительные поля. И это важно для итератора. Один пример. Мы можем создать бесконечный итератор. Делается очень просто. Мы должны просто вернуть объект в поле next, которое будет являться функцией, которое будет выращивать math random, к примеру. Это будет итератор случайных чисел, который никогда не кончится. Если мы попытаемся пройтись циклом по нему, то этот итератор зациклится бесконечно, и будет все время выдавать случайные числа. Вот наш пример, к примеру. RandomPool – это массив. Мы перебираем по нашему массиву, и randomPoolPush. Пушим просто какое-то случайное число, которое нам пришло из итератора в наш массив. И когда длина массива осталась 100, мы просто завершаем наш перебор. Мы завершаем это специально через break, потому что сам цикл никогда не кончится. Мы вот здесь вот не задали никакого условия для конца цикла. Поэтому цикл будет бесконечно выдавать случайные значения. Такой вот интересный итератор. Не знаю, может быть, как будто он понадобится, но просто для примера. Что итератор – это не просто перебор по значениям, это может быть возврат случайных чисел, к примеру. Ага, я понял тебя, арта от марта. Сам вместо того, чтобы ворачивать true и false, он вернет число, которое он нашел. Да-да-да, я понял. Почему-то они решили сделать так. Сложные итераторы. Вместо обычного перебора элементов можно создать какой-то сложный итератор. Представим, что у вас есть какая-то координатная плоскость, на которой вы рисуете фигуры. Там различные фигуры, может быть, треугольнички, или какие-то круги, либо квадраты, или неправильные фигуры, многоугольные. И у вас есть функция получить все объекты, которые попадают в одну точку. То есть, вы указываете координату, там, 10, 15, к примеру, x, y. И вот, если эта точка указывает внутрь каких-то объектов, то просто вернуть все объекты, в которые она указывает. Понятно? Я надеюсь, логика. Надеюсь, логика ясна. И можно сделать кастомный итератор, который будет перебирать с какой-то определенной логикой. Допустим, все элементы, которые подходят под какое-то условие. Либо список товаров, перебор всех товаров тоже по определенному условию. Ну, лишь бы у вас работала фантазия. И, действительно, применяемость итераторов была, в данном случае, логична. То есть, не надо использовать их везде, где ни попадя. Потому что, ну, проще напишать просто цикл, чем через define property определять какой-то итератор и что-то там с ним делать. Логично. Я надеюсь. Все. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо всем, кто пришел. Всех, кто был, смотрел, поддерживал. Сегодняшняя лекция у нас закончена. Подписывайтесь на ютубчик. Подписывайтесь на стримы. Поддерживайте меня, потому что мне это будет приятно. И уроки будут выходить гораздо чаще, чем мне бы хотелось и чем вам бы хотелось. И спасибо за внимание.